Всех приветствую, продолжаем знакомиться с интересными людьми, узнавать что-то новое. Фатан Хамам, звезда египетского кинематографа 20 века, который смело можно назвать номером 1 из киноактрис Египта. О чем свидетельствует список мастеров египетского кино? В МДБ – это крупнейший веб-сайт со свободно редактируемой и крупнейшей в мире базой данных о кинематографе. В постоянный январь 2021 года в базе собрана киноинформация о более чем 6,5 миллионах кинофильмов, телесериалов и отдельных их серий, а также о 10,5 миллионах персоналий, связанных с кино и телевидением, актерах, режиссерах, сценаристах и других. Имя Фатан Хамама занимает 16-ю позицию, до нее 15 имен мужчин. Во время празднования столетия египетской кинематографии в 1996 году Фатан Хамаму назвали самой выдающейся из актрис национального кино, а 18 из ее фильмов пошли в число лучших 150 изделанных к тому времени. Неудивительно, что в 2000 году Ассоциация кинокритиков Египта назвала актрису звездой века. Фатан родилась в бедной мусульманской семье. Фото 7-летней Фатан была отправлена родителями в популярный египетский еженедельник Месавар, где на нее обратил внимание кинорежиссер Мохаммед Карим, искавший маленькую девочку на роль в фильме «Счастливый день» 1938 год. В 13 лет Фатан поступила в школу театрального искусства в Каире и с этого же времени много снимается, делая по нескольку киноролей в год. До революции 1952 года в Египте три четверти кинопродукции составляли музыкальные комедии. Остальные фильмы это детективы, мелодрама, а также с обязательными песнями и танцем живота. После июльской революции 1950 года в египетской кинематографии появилась целая плеяда новых режиссеров, и этот период принято называть золотым веком египетского кино. Фатан Хамама удачно вписалась в обновленный кинематограф, сыграв у таких мэтров режиссера, как Салах Абу Сейф в кассовом хите тех лет, показанном на Каннском фестивале под названием «Твой день, деспот», и у Юсефа Шахин, у которого актриса снимается в его дебютном фильме «Сын Амина» в 1950 год, а затем в наиболее значительной ее работе «Небо ада». В 1954 год в советском прокате он шел как «Борьба в долине», также был показан в рамках Каннского кинопросмотра и получивший международное признание. В советском кинопрокате в различные годы демонстрировались фильмы с участием Фатан Хамама «Это борьба в долине», «Открытая дверь», «Встреча со счастьем», «Требуя решения» – фильмы, которые возвышаются на среднем уровне египетской кинематографии. В период 1966-1971 годов Фатан Хамама покидает Египет из-за политического давления на нее. В эти годы она будет жить то в Ливане, то в Лондоне. Президент Египта того периода Гамаль Абел Нассер попросил некоторых известных людей, странных критиков, писателей, чтобы они обратились к актрисе и попытались убедить ее вернуться на родину, так как по его словам Фатан Хамама – это национальное сокровище. Ее возвращение в Египет в 1971 году вдохнуло жизнь в египетское кино. В 1880-1990 годы актриса снималась очень мало, а в последующем вообще ушла из кинематографа. Заслуженный отдых и изредка появлялась на телеэкранах сериалах. В Каире на улице Рауде открыт кинотеатр, названный в ее честь – Фатан Хамама. В 1947 году вышла за режиссера Зульфикара, от которого родила дочь Надя Зульфикар. В 1954 году пара оформила развод, так как Фатан Хамама познакомилась на съемках фильма «Небо ада» с молодым актером Амаром Шарифом, которого и влюбилась. Шариф принял ислам и женился на ней после ее развода с Зульфикаром. Пара снимается во многих фильмах 1950-х годов, и их романтические отношения отчетливо видны на киноэкране. В этом союзе родился сын Тарек Шариф, однако из-за постоянных съемок Амара Шарифа в Голливуде и в Европе в 1970-е годы их брак даст трещину. И уже в 1974-м они оформляют развод. Позже она выходит замуж до доктора Мохаммеда Абдель-Вахаба, египетского врача. Живет в Каире, имеет множество призов, наград, умерла в возрасте 83 года, 17 января 2015. Вот так вкратце немного для информации о египетской актрисе, звезде египетского кинематографа 20-го века Фатен Хамама. Пока-пока, до свидания, узнали что-то новое. Субтитры создавал DimaTorzok